Мы будем прорисовывать вашу цель. У каждого есть мечта и цель. У большинства ребят в зале мечта наверняка одна – поступить в университет. С помощью арт-терапии Инна Вольская помогает раскрыть ребятам свой творческий потенциал. Сама родом из Одинцова, успешный специалист в области экономики, пришла к искусству по велению сердца 10 лет назад. Когда я поступила уже в РГСУ на факультет культурологии, думаю, это-то мне зачем, я и так все могу. Потом я поняла, что культура и творчество – это вообще основа, основа для каждого человека. И вот сейчас вот эта вот тема долголетия, раскрытия творческого потенциала. И чем раньше мы это начнем делать, а не в 50, не в 60 лет, тем наша жизнь становится ярче, и мы можем еще больше пользы дать. На сегодня у Ирины четыре высших образования. Она является аспиранткой факультета искусств РГСУ и утверждает – учиться никогда не поздно. А заниматься творчеством и изучать культуру должен буквально каждый. Факультет искусств социального университета – это прекрасный старт. Вот эта социальная направленность, она на нашем факультете тоже поддерживается. Ребята с самыми разными возможностями могут поступать и обучаться на нашем факультете по всем программам подготовки, которые мы реализуем. И в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья обучаются на нашем факультете, достигают невероятных просто результатов, невероятных успехов. Качество жизни любого человека зависит от общекультурной грамотности, утверждают педагоги. Дизайн, социально-культурная деятельность, народно-художественная направленность. Выпускники факультета – это не только профессиональные актеры, музыканты, культурологи и философы. Наши выпускники – это еще и педагоги. Мы готовим педагогов. Это сейчас очень востребовано, очень важно в современных условиях в том числе. И вот это люди – это такие очень светлые люди, которые несут этот свет и добро в нашу культуру в целом. В университете ждут ребят как после 11 класса, так и выпускников колледжей. Главное – выбрать направление по душе. Специалисты учебного заведения в этом готовы помочь всем желающим. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.